Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, ее ведущий, Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. 12 самых обаятельных и привлекательных девушек стали финалистками конкурса «Мисс Независимость-2014». У нас был и вальс, и такой, и быстрый танец у нас есть очень. Потом у нас кавалеры пришли, мальчики молодые. Поэтому все очень душевно, очень приятно. Премию имени Елены Мухиной получают люди, которые стремятся сделать жизнь людей с инвалидностью удобнее и комфортнее. Мне хотелось, чтобы практически на каждый спектакль у людей с клоничной возможностью была возможность прийти и посмотреть. Милена – главная мамина помощница. Ей тяжело пришлось, потому что три года, и я, к сожалению, помочь ей ни в чем не могла. И она мне уже начинала помогать. Что нужно знать женщине с инвалидностью, которая решилась родить ребенка? Что самое сложное для мамы в коляске в уходе за детьми? И еще о том, как важно каждой женщине повторять себе «Я красивая и успешная». Смотрите прямо сейчас. Женщина с инвалидностью, как любая женщина, мечтает о счастливой семье. Хочет иметь детей. Даже вопреки диагнозу. Даже несмотря порой на запреты врачей. Сегодня у нас в студии Наталья Пресецкая. Президент региональной общественной организации «Общество поддержки родителей с инвалидностью» и членов их семей «Катюша». Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Пресецкая Наталья Игоревна. Родилась в Москве в семье военнослужащего. В школе и институте была активной общественницей. Занималась большим теннисом. Как спортсменка подавала серьезные надежды. В результате несчастного случая получила тяжелую травму позвоночника. Справиться с ситуацией и вернуться к активной жизни помогла семья. Имеет несколько образований по профессиям. Экономист в области нефтегазоразведки. Лингвист-востоковед. Художник-оформитель. И менеджмент в реабилитационной сфере. Замужем. Имеет двоих детей. Созданная ею общественная организация, продвигающая идеи толерантности и вхождения женщин с инвалидностью в общество, названа в честь старшей дочери «Катюша». Наталья, есть статистика, сколько в Москве семей с детьми, где родители инвалиды? К сожалению, такой четкой статистики нет. Кроме всего, еще тут надо выделять тех, кто рожает детей уже в ситуации инвалидности. Также большое количество людей, к сожалению, становится инвалидами, уже будучи родителями. То есть была обычная семья, а в товаре или какой-то несчастный случай очень многие сейчас рожают по второму и даже по третьему. У нас теперь очень много многодетных семей, где папа или мама являются колясочниками. Поэтому мы растем, развиваемся. Сейчас самые младшие наши малышки две недели. А много вообще женщин у нас решается с тяжелой инвалидностью рожать детей? Ну, в последнее время это немножко ситуация улучшилась, потому что в последний раз мы делали социологическое исследование, такое глубинное в Москве, три года назад были там совершенно жуткие результаты, что 30% женщин, это только на территории Москвы, во время беременности настоятельно предлагают избавиться от ребенка, то есть сделать аборт. И очень многие женщины, которые пошли на этот шаг, они не готовы об этом рассказывать. То есть это еще такая глубинная психологическая травма остается. Вот, остальные рожают. Но здесь мы хотим все-таки всех из женщин, в первую очередь с инвалидностью, так сказать, призвать к такому осознанному родительству. То есть все-таки прежде чем решиться на этот шаг, не ждать, что обязательно вокруг должна быть толпа, и толпа сразу появится чиновников, помогающих. То есть рассчитывать свои силы и финансовые, и организационные, кто из членов семьи сможет помочь. Насколько велик риск передачи инвалидности по наследству, если это генетическая инвалидность. Чтобы было тесное взаимодействие с врачами на эту тему. Чтобы на выходе после рождения ребенка не стало бы хуже. Не то, что родится ребенок с тяжелой формой инвалидности. Вот будет несчастная мама, разбитая семья, и которой некому помогать. Потому что и ребенок пойдет автоматически в дом ребенка или в какое-то такое учреждение. Все-таки немножко рассчитывать и думать. На кухне кипит работа. Чтобы порадовать маму, а заодно и нашу съемочную группу, Милена решила испечь воздушные круассаны. Готовить Милена любит, да и вообще она взрослая не по годам. В свои 10 главный мамин помощник. Там встать и помочь. В основном я прошу дедушку, чтобы он ее посадил на коляску, когда папа нет дома. Одеваю ее. Иногда, ну, когда я ухожу в школу, бабушка ей помогает. Вот. А не сложно тебе? Не, ну, так-то не сложно, я уже привыкла. Милене было всего три года, когда ее мама Алена попала в аварию и сломала шейный позвонок. Конечно, в этом ей тяжело пришлось. Потому что три года, и я, к сожалению, помочь ей ни в чем не могла. Это она мне уже начинала помогать. И ей приходилось в тот же садик собираться самой. Вы представляете, три года ей одеться, ей надо проснуться. Я не могу ее отвезти в ванну, чтобы как-то ее, ото сна ее пробудить. Приходилось ей делать все самостоятельно, одеваться. У меня племянник, который тоже помогал, в садик ее водил. Мне тут все, все помогали, все как-то одновременно приходили на помощь. Так и получилось. С помощью родных и близких Алена справилась. Выкарабкалась из тяжелой депрессии, которая последовала за травмой. Три года она не могла адаптироваться к новой ситуации, приспособиться к жизни в коляске, снова стать самостоятельной. Переломный момент наступил, когда Алена рассталась со своим молодым человеком, который прежде многое делал вместо нее. После расставания я сразу нашла себе работу. Работаю до сих пор, тоже 4 года. Очень мне нравится работа. Я стала понимать, что мне это нужно все равно выходить на улицу. Я более самостоятельно стала в этом плане. Начала встречаться с друзьями. И тут уже я по-другому начала мыслить, что я, в принципе-то, ну ладно, хоть на коляске, но я все равно могу передвигаться, я могу ездить, я могу находить способы, чтобы попасть туда или сюда, куда мне нужно. Перемены в личной жизни на этом не кончились. Папа Милены, с которым Алена рассталась еще до аварии, однажды приехал в гости и больше уже не уезжал. Семья воссоединилась, и они уже задумываются о рождении второго ребенка. Я очень хочу. Ну, просто пока это невозможно в плане моего полного, даже хотя бы частичного, частичной помощи ребенку. Ну, может быть, когда-нибудь в ближайшие 5 лет, я надеюсь. Ты сама мать двоих детей и большой опыт в этом плане имеешь. Что все-таки тяжелее всего дается? Ну, не знаю. Материнство, оно всегда, на мой взгляд, прекрасно, каким бы оно трудным ни было. Есть какие-то моменты, которые мы пытаемся исправлять вместе с городом, вместе с другими организациями. Это, конечно, в первую очередь доступная среда. Я, примерно, до года я боялась их купать. То есть они такие маленькие, они могут выскользнуть там в ванной. А вот потом с ними, конечно, очень, когда ты сам на коляске, трудно гулять. То есть там еще, когда головной мозг еще не сформировано, кончать там до 3-4 лет. Вот она захотела там побежать к той собачке, взяла и побежала. И, конечно, это, если гулять вот сам колясочник, гулять с детьми, это, конечно, лучше в огороженных, закрытых, там, охраняемых дворах. Или на поводке. Ну, тоже, как вариант, да. Понятно. Но это доступная среда все-таки. Я вернусь к этой теме, что в детский сад невозможно проводить. То есть я вот в нашем детском саде, у нас отличный садик, я еще сама была маленькая, в него ходила. Вот, и, но к нему даже подойти невозможно, если ты колясочник. То есть невозможно там не то, что встретить, там, проводить ребенка, что тоже немаловажно. Все эти вот праздники садовские, то есть я на них попасть не могу практически. То же самое вот я смотрю уже на окрестные школы, когда ребенок там через два года старше пойдет в школу. Как я буду участвовать в жизни ребенка, там, общаться с учителями, ходить там на родительские собрания. Ну, кстати, как вот общество относится к родителям инвалидов прежде всего? Меняется какой-то менталитет вот у воспитателей детских садов, у преподавателей в школах? Обычно, вот я говорю, идет очень негативное такое, ну, не всегда, но часто, отношение во время беременности женщины, а потом уже, когда она родила, вот уже готовый ребенок, там, все, ну, что дальше-то? Дальше надо помогать всем. То есть совершенно, ну, нет таких вот, атакового отношения. Тем более вот в Москве две очень такие, ну, удобные льготы для родителей с инвалидностью. Вообще, на самом деле, кроме Москвы, практически ни в одном регионе нет таких льгот. Это безочередное поступление в садик для ребенка, у которого один или оба родители инвалиды. Это очень актуально для Москвы. И бесплатное посещение садика, это тоже очень важно. А дети вот как относятся, что вот узнают, допустим, что у ребенка там кто-то из родителей инвалидов? Ну, первое, вот тоже вот кто рассказывал, первая реакция всегда интерес, шок такой, в общем, что это... А потом, когда они регулярно с этим сталкиваются, и для них не становится чем-то такой из ряда вон выходящего, там, поэтому я вот ни разу не сталкивалась с рассказами родителей о том, как, чтобы дети стеснялись или что-то. Но это еще зависит от атмосферы в семье. Если там тоже никуда с ребенком не ходить, там сидеть дома и не участвовать, то он так и будет, наверное, стесняться. А если быть таким же родителем, стараться быть, как все, а так в основном стараются, то выделения такого нет. В семье этого улыбчивого мальчишку величают пряником. Любимец мамы с папой, появившись на свет, стал неотъемлемой частью не только их личной, но и профессиональной жизни. Родители маленького Дани – люди творческие, дизайнеры. И я познакомилась с Марком. От Марка мне нужен был сайт, но на третий день знакомства мы поняли, что нам надо пожениться. Да, ну он как-то предложил и подумал, почему бы нет, замужем-то я не была. Марк и Света работают над фамильным брендом, создают одежду, аксессуары, украшения, участвуют в различных конкурсах и занимают призовые места. Появление малыша на их грандиозные творческие планы не повлияло. Хотя и было страшновато, как они справятся. Ведь Света пользуется коляской. Несколько лет назад у нее диагностировали рассеянный склероз. Были такие опасения, я всегда ее подбодрил. Всегда я говорил, справимся, не волнуйся, все будет хорошо. На позитиве всегда все позитивно. Какие-то сложности, я их не считаю сложностями. Есть какая-то задача, и ее нужно решить просто. И все. Это как математика. Муж на своей основной работе сейчас находится в декретном отпуске. То есть мы осознанно пошли на этот шаг. Мы отправили мужа в декретный отпуск, и первые три, ну, два, наверное, месяца, только он брал его практически на руки, особенно пока голову не держит, я очень боялась. Сейчас мы вполне плохо прыгаем по мамильным коленям, пытаемся грохнуться. Сейчас уже, ну, не так страшно. Тем, как все успевать, работать, вести семейную жизнь, как мотивировать себя на успех, Света делится и с окружающими. Недавно, например, она выступала на международном женском форуме. В ней вообще огромный запас энергии. В ближайших планах у нее проведение благотворительной акции. Я хочу сделать флешмоб всероссийский, когда мастера, которые делают вязаные, теплые, уютные, офигенные, там, валеные вещи, дарят детским домам и домам престарелых на Рождество теплые подарки. Я надеюсь, что к этой акции подключится много людей, и всем это будет интересно. Но и это с ее темпераментом не предел. Ведь в городе еще столько нерешенных проблем. Недавно Светлана решила, что будет баллотироваться в Мосгордуму следующего созыва. Каждый день я выхожу из дома. Каждый день я вижу пандусы, которые на 5 сантиметров выше нормы. Каждый день я вижу, что у меня поручни с лисней, мне их полтора месяца надо ходить и всех умолять. Ну, пожалуйста, люди, поставьте мне их обратно, я все прощу. Поэтому я решила, что мы уже с мужем, как мобильная группа, каждый день путешествуем мимо управы. Почему не пойти чуть выше и, имея влияние, не помогать людям, которые оказались не совсем, наверное, в удобной ситуации в плане коляски, ускорять какие-то процессы. То есть контролировать момент, чтобы действительно доступная среда была доступной. Не только на бумаге, но и на деле. Ваша организация проводит каждый год конкурс красоты для девушек, мисс Независимость. И миссис тоже проводили. Миссис, да. Миссис – это девушки до 30, миссис от 30 и до бесконечности. Вот. Так какая бесконечность у нас была самая старшая? 52 года. Да, у нас. И причем это были очаровательные дамы, которые даже брали призовые места. Как отбираем участницы? Процесс сложный. Ну, внешние данные, конечно, важны. Грамотная речь, какие-то интересные личные истории. То есть не то, что я там родился, учился и все. А что тут должна быть зацепочка какая-то интересная. И чтобы, конечно, работали руки, чтобы девушки могли участвовать в дефиле, в каких-то танцевальных номерах. Ну, чемпионка, по-моему, в этом году была как раз девушкой, у которой руки не очень хорошо работают. Но, тем не менее, она вот Лиза Устинова, которая стала победительницей. У нее вот травма до шейной отдела, высокий отдел очень, ручки с трудом двигаются. При этом она не пропустила ни одной репетиции. У нее, к сожалению, московская квартира недоступна, поэтому она живет в Подмосковье. Вот. Она ездила вот из этого Подмосковья вот этими... Мы думали, когда вот был кастинг уже, решающий, оставлять ее или нет, справится ли она вот именно с своими слабыми ручками. Великолепно справилась. Она молодец. Снегала первое место. Я восхищаюсь. Мне досталось честь ее награждать, одевать коронават. Короновать, да. 12 обаятельных и эффектных девушек стали финалистками пятого конкурса красоты «Мисс Независимость». В первом туре соревнования они исполняли общий танец, а жюри и публике каждую участницу представлял галантный кавалер. Военная выправка курсантов Академии МЧС пришлась барышням по душе. За наш конкурс, за конкурс «Независимости-2014» трекратный «Ура!» Все интересно, потому что у нас был и вальс, и такой и быстрый танец у нас есть очень. Потом у нас кавалеры пришли, мальчики молодые. Поэтому все очень душевно, очень приятно. Во втором туре участницы рассказывали о себе, пели, декламировали стихи на разных языках. Даже выжимали гири и совершали акробатические трюки. Я не ездила, сильная, смелая, милая, красивая. Никогда не отчаяктесь, никогда не опускайте руки, никогда не слушайте общественное мнение. Всегда следуйте своей мечтой, своей целью. Чего бы ни стоило таких усилий, преград. Всегда идите вперед. Вместе с вами я могу летать. Вместе с вами я свободна. За прошедшие годы конкурс «Мисс Независимость», который проводит общественная организация «Катюша», завоевал авторитет и признание. В его жюри вошли представители Совета Федерации и Государственной Думы, известные журналисты и общественные деятели. Поддержку мероприятию оказало правительство Москвы и многочисленные спонсоры. Марина Викулина получила приз зрительских симпатий. Почетные звания «Вице-мисс» присудили сразу трем девушкам – Анне Тукбаевой, Александре Косоруковой и Евгении Елисеевой. Корону-победительницы конкурса вручил ведущий нашей программы Владимир Крупенников. «Мисс Независимость-2014» стала Елизавета Устинова. Призы и подарки получили все участницы конкурса. Праздник завершился, но зрители еще долго не расходились, танцуя и веселясь от души. Как никогда большое внимание к конкурсу было приковано со стороны прессы. И это знак позитивных изменений в нашем обществе, которое стремится к интеграции. Помогло участие в этом конкурсе девчонкам как-то продвинуться по жизни? Да. Во время даже репетиции они растут, меняются. То есть они учатся по-другому себя воспринимать, они учатся там краситься, причесываться, разговаривать. Им приходится много общаться со СМИ. Сейчас у нас будет такой, надеюсь, обширный проект именно по участию таких девушек, наши победители, в первую очередь, в благотворительных мероприятиях. И это касается и поездок в интернаты, дома престарелых, дома ребенка, а также участия в таких мероприятиях по привлечению непосредственно внимания к проблемам и доступности, и материнства, и проблемам женщин с инвалидностью. Привлекать благотворительные средства на какие-то программы, да? Привлекать средства, может быть, даже просто внимания общественности к таким проблемам, к проблемам женщин с инвалидностью, к проблемам матерей с инвалидностью. Когда вот люди с инвалидностью, мы все время говорим, женщины с инвалидностью, вот эта составляющая инвалидности, она, как получается, доминирует. Доминирует восприятие окружающих, но доминирует и, собственно, восприятие себя. То есть в первую очередь я инвалид, а потом женщина. Да почему? Вот этот момент. Главное вспомнить, что я женщина, я красива, успешна, меня могут любить, я могу сама любить, могу делать какой-то выбор в этой жизни, Не какой-то, а каждодневный. И многое в этой жизни зависит от меня самой. Спасибо, Наталья, огромное. Я напоминаю, что у нас в студии была Наталья Пресецкая, президент региональной общественной организации «Общество поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей Катюша». Ну а мы продолжаем нашу программу. Среди многочисленных наград премия имени легендарной спортсменки Елены Мухиной занимает особое место и пользуется несомненным авторитетом. Чемпионка мира, Европы и СССР по гимнастике Елена Мухина выполняла сложнейшие элементы, один из которых был назван ее именем. В 20 лет она получила на тренировке травму позвоночника и стала тяжелым инвалидом. Но до конца жизни оставалась человеком с несломленным духом. В разные годы лауреатами премии становились спортсмены-паралимпийцы, уважаемые общественные деятели, талантливые художники и музыканты. Финалистка известного телешоу и обладательница прекрасного голоса Юлия Самойлова получила награду в номинации «Несломленная нота». Сестры Ольга и Ирина Сергеевы удостоены премии за серию живописных работ, воспевающих красоту и гармонию природы. Вместе с генеральным директором Института Реакомп Всероссийского общества слепых Сергеем Ваншиным лауреатом номинации «Инновационный прорыв» стал художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков. Так был отмечен их совместный проект для незрячих людей по тифло-комментированию спектаклей. Итак, перед нашими слушателями рисунок, на котором представлены собака и кошка. Задача для тифло-комментатора в данном случае заключается в том, чтобы буквально двумя-тремя словами описать, кто находится на рисунке, но не называть их кошкой и не называть собакой, а пишите так, чтобы слепые поняли, о ком идет речь. Мне хотелось, чтобы практически на каждый спектакль у людей с хроничной возможностью была возможность прийти и посмотреть, и они будут иметь такую возможность в нашем театре. Премией была отмечена многолетняя успешная деятельность Московского государственного гуманитарно-экономического университета. В учебном заведении созданы комфортные условия для людей с инвалидностью, своим выпускникам ВУЗ оказывает помощь в трудоустройстве. В номинации «По зову сердца» обладатели наград – общественные объединения, играющие значительную роль в жизни людей с ограниченными возможностями. Среди них Московская городская организация Всероссийского общества инвалидов. Ее руководитель Надежда Лобанова, получив премию, была и сама в роли награждающей в номинации «Мир без барьеров», в которой были отмечены успехи работников аэропортов по созданию комфортных условий для пассажиров с инвалидностью. Мы всем коллективом старались сделать так, чтобы вам было удобно, комфортно, безопасно в нашем аэропорту. И мы рады отметить, что таких пассажиров, пассажиров категории с инвалидностью, с ограниченными возможностями, становится все больше. Значит, вы нам доверяете. Перед путешественниками с инвалидностью открываются новые возможности. В номинации «Спорт без границ» награжден энтузиаст дайвинга Бранко Равнок из Словении, который пропагандирует подводное плавание как эффективное средство реабилитации. Вместе с российскими партнерами он организовал погружение людей с инвалидностью в звездном городке. Его подопечные опускались под лед и устанавливали другие рекорды. Появились сертифицированные инструкторы по дайвингу из числа людей с ограниченными возможностями. Я думаю, что следующий шаг нашего движения сделать людей с ограниченными возможностями полноправными потребителями глобального туристического рынка и независимыми путешественниками. Так, дайвинг инвалидов – это уже не эксперимент. Мы стали членами Всемирной ассоциации дайверов. Рынок хочет продавать нам услуги, а значит, он будет подстраиваться под наши потребности. И это прекрасно. Премии имени Елены Мухиной награждены истинные энтузиасты и подвижники своего дела. После праздничных фанфар они возвращаются к своей повседневной работе, в которой им нередко приходится сталкиваться с черствостью и непониманием. Впрочем, людям с инвалидностью к преодолению преград не привыкать. Большое спасибо за награду, за поддержку. Уверен, что эта поддержка будет еще и поддержкой для соратников и придаст нам силу в борьбе с государственными бюрократами, которые должен образом, пока к этой проблеме не отсоситься. Мишель Джонсон – профессиональный свадебный организатор, но в собственный торжественный день девушка не смогла предвидеть ожидавший ее сюрприз. Жених, инвалид-колясочник Джоуи Джонсон, подарил Мишель самый настоящий свадебный танец, причем оказался со своей возлюбленной лицом к лицу. В этом ему помогла система ремней, которую придумали друзья Джоуи специально для него. Когда невеста вошла в зал, она не могла поверить своим глазам, новобрачные не сдерживали слез. Джоуи и Мишель познакомились два года назад, когда молодой человек вернулся из Афганистана, где участвовал в боевых действиях. Он испытывал сильное посттравматическое расстройство и постоянно нуждался в адреналине. Через четыре месяца после знакомства с Мишель он попал в аварию, гоняя на мотоцикле, и оказался парализованным ниже грудной клетки. Вместо романтических свиданий Мишель стала навещать Джоуи в больнице, а когда закончился курс реабилитации, согласилась стать его женой. Трогательное видео с их свадьбой выложили в интернет друзья молодоженов, и оно тут же разлетелось по миру. Теперь в их жизни появились телешоу, интервью и даже фанаты. Но самое главное, ребята мотивируют окружающих верить в любовь. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115-184 Москва, улица Большая, Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8-495-656-05-91. Электронный адрес «Фактор жизни собачка» и «Андекс.ру». Архив программы на сайте инва.тв и на сайте ТВ-центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-центр.